Меня зовут Вероника, я гид в Париже в регионах Франции. И сегодня мы с вами прогуляемся по одному из самых атмосферных районов Парижа, Мон-Мардер. Отлично, что хорошо слышно, видно, окей. Комментарии не буду отключать, потому что в любом случае видео будет сохранено в IGTV. В IGTV уже не будет комментариев, и вы сможете, если что, посмотреть его без комментариев чуть позже, уже в IGTV-клуба. Ну что, начнём? Отлично! Всем привет! И мы с вами находимся у знаменитого кабаре Мулен-Руж. Мулен-Руж – это красная мельница. Почему красная? Потому что далеко ходить не надо. И с правой стороны начинается квартал красных фонарей. Раньше здесь были дома терпимости. Сейчас просто увеселительное заведение. Мулен-Руж – именно здесь, скажем так, получил свою историю знаменитый Канкан. Именно первая танцовщица, которая принесла славу этому заведению, она была Ля-Гулю. Ля-Гулю в переводе – это обжора. Почему обжора? Она подсаживалась за столики заведения, и все её угощали. И она была музой Тулуза Латрека, который писал первые афиши этого заведения. Конечно же, изображал он свою заснобу. Кстати, сама Ля-Гулю была настолько без комплексов, и запомнилась этому заведению, что очень высоко поднимала над собой ногу и с диким виском садилась на шапогат. Вот так вот она выглядела. И когда это место посетил принц Уэльский, он же Гальский, она крикнула «Эй, Гальский, готовь выпить!» и подсела к нему за столик, чем произвела фурор этого заведения. Вообще, кстати, первое шоу называлось «Фру-фру» на букву «Ф». Сами собственники этого заведения были настолько суверны, и все последующие шоу, так как это шоу принесло успех, они стали называть на букву «Ф». Было шоу «Фантастик», было шоу «Фрисон», сейчас идёт шоу «Фьери», идёт больше 10 лет. Вот так вот видел, кстати, Тулуз Латрек свою музу. Вот такое вот шоу идёт «Фьерия» здесь. Кстати, в шоу задействовано почти 100 артистов, почти 1000 костюмов. Некоторые костюмы достигают стоимости почти 25 тысяч евро. Девушкам категорически в них запрещается садиться и, не дай бог, курить. Если девушку застукают, за этим её просто выгоняют из шоу, и она платит штраф. А вообще в шоу достаточно сложно попасть, потому что девушек подбирают не только по физическим данным, но и по физиогномии. Они должны быть максимально похожи друг на друга. Наверняка вы смотрели фильм, знаменитый фильм с Николь Кидман и Иоанном Монгрегором, который дал, скажем, такое второе дыхание этому заведению «Молен Руш». Внутри это выглядит вот так вот. Столики. Кстати, цена, скажем так, шоу вместе с шампанским, лучше всего брать именно с шампанским, ориентировочно от 115 евро, в зависимости от дня недели. И лучше, конечно же, заранее брать билеты. И вот так вот выглядело оно раньше. Ну и, конечно же, вот такой вот кан-кан, который обнажал кружевные трусики девушек, которые здесь танцевали. Ну что же, мы идем дальше. И пойдем мы с вами подниматься, так как холм Монмартр, Монмартр это холм Марсов Холм или холм Великомучеников. Почему холм Великомучеников? Потому что именно здесь казнили святого Дионисия, который проповедовал христианство. И когда ему отрубили голову, считается, что он поднял свою голову и пошел дальше. И упал он уже в местече, которое назвали Сен-Дени. Кстати, около Мулен Ружа станция метро Бланш Белая. То есть вот сюда вы можете как раз на метро приехать. Тоже оформлено к стали, кстати, в стиле арт-нуво. Эктор Гиммер был такой архитектор, которому мы, скажем так, благодарны за вот эти вот красивые очень станции. И мы будем подниматься с вами по одной из самых длинных улиц Монмартр. Это улица Липик. Названа в честь генерала Липика, который отстоял Монмартрский холм при Наполеоне с русскими. Вообще в Париже очень редко можно увидеть стройки. Но если просто не могут реанимировать здание, то будет принято решение его снести. И, конечно же, будут строить в таком же стиле, как это было раньше. Улица Липик, кстати, очень известна тем, что именно здесь снимался фильм о Мели, Содри Тату в главной роли, и вон кафе Де Муллен. Мы сейчас к нему подойдем поближе. Именно там она работала по замыслу режиссера-официанткой. И это место стало популярным после выхода фильма. Завсегдатами стали фанаты этого фильма. Но кушать я вам там не рекомендую. Дорого и невкусно. Максимум можно выпить кофе и съесть круассан. И нам интересна вот эта дверь. Дом номер 12 по улице Липик. Именно здесь жил Репин. И именно здесь он написал картину Садко. Студия у него была чуть дальше за углом. Гуляем мы по Монмартру. Мы с вами в Париже. Это не центр Парижа, но это старый район. Кстати, раньше он был отдельной административной единицей. И чуть позже он присоединился уже к Парижу. Наверняка вы помните песню Шарля Азнавура. О, Боэма! О, Боэма! Вот именно как раз именно этому району Шарля Азнавур и посвятил эту песню. И мы пришли с вами к кафе Де Муллен. Кафе Две Мельницы. Почему Две Мельницы? Потому что, в принципе, на Монмартре раньше было очень-очень много мельниц. Очень много вот таких вот овощных лавышек везде. У нас сейчас пошла клубника. У нас сейчас пошли арбузы, дыни. Кстати, почему я люблю очень Монмартр еще? Потому что он немножко гастрономический. И везде очень много вот таких вот маленьких бутюков продовольственных. Кстати, французы очень любят курицу. И даже знаменитые брестские курочки, которые гуляют на определенной территории, кушают определенный корм и так далее. Ну и, конечно же, в каждом районе есть сырные лавки фрамажери. Как я уже делала эфир по поводу сыров французских. Вот про эти сырные лавочки я вам и говорила. Бонжу! Именно в них можно купить сыры с различными дополнительными ингредиентами, наподобие как трюфели. Вот. Очень много вот таких вот эпи-сри. Сейчас пойдем. Кстати, вот такой вот есть мизон фонде, который в 1761 году был основан здесь. И здесь различные шоколадье, то есть кондитерка, различные пирожные, шоколад, бисквиты. Да, то есть можно очень, скажем, такое интересное место купить что-то для себя. Моя любимая патис-сри артизаналь. Кстати, когда вы видите вот такие вот значки артизаналь, это значит по старинным рецептам все сделано. И это самые лучшие тарты. Наверняка вы знаете, что касательно пирогов, да, то есть пироги яблочные, пироги сливовые. Это безумно вкусное место. Если вы будете на Манмартре, обязательно купите здесь свой кусочек пирога. Моя эпи-сри любимая сегодня закрыта. К сожалению, еще не все открылось. Но когда вы видите вот такую надпись, Это значит, что в этой, скажем, в этой лавке можно купить оригинальные продукты с различных регионов Франции. Ну, например, вот видите, колесон французский, да, то есть это печенье очень вкусное с миндалем, нуга различная, Знаменитые анисовые конфетки флавиньи. Здесь же будут и паста с трюфелями. Я постоянно здесь покупаю пасту, которую, в принципе, можно буквально одну ложечку положить в готовое блюдо, и будет, ну, практически как, как будто вы только что настругали туда свежих трюфелей. И обратите внимание, вот сейчас приближу, вот такие вот конфетки тоже, конфетки из фиалок, из роз засушенных, тоже очень-очень вкусно. Доброе утро всем! Мы продолжаем с вами подниматься. Кстати, именно на улице Липик началась история компании Рено. Ну и Рено поспорил со своими друзьями, что его машина поднимется на самый верх холма, и он сделал это. Кстати, эта машина называлась Vauturette. И с этого момента началась история компании Рено. Все мы знаем сейчас компанию Рено. Очень много цветочных магазинчиков в Париже. И вроде как конкуренты, да, друг напротив друга, но как бы есть, существуют, да. То есть, и здесь, когда вы ходите в гости к друг другу, например, для французской хозяйки, вы приносите цветы именно в горшке, потому что она их высадит у себя на балконе или на участке. Французы вообще считают, что у них нет достаток зелени, поэтому пытаются компенсировать у себя на балконах, на окнах. Это моя любимая рыбная лавка. Я спросила разрешение, немножко поснимать для вас эту лавку. Здесь всегда свежие продукты, доставка из Нормандии, из Британии, Северно-Атлантика. Кстати, вот такая вот рыбка, Дозде Кобио, это рыбка тресковых пород, очень вкусная, рекомендую. И гребешки, это уже очищенные гребешки. Кстати, здесь можно купить не только сырую рыбу или там сырые морепродукты, но и уже готовые, когда вы выходите, то есть уже на ампорте, то есть на вынос. Сейчас еще одну рыбку покажу вам. Кстати, Эльдорей, это крылья ската, тоже очень вкусно. и обычно с различными соусами подается. И вот эту вот рыбку хотела вам показать. Это лот. Ее вы всегда увидите без головы, потому что если вы увидите голову этой рыбы, вы не захотите вообще ее кушать. Она очень страшная. Ну что, идемте дальше. Я, кстати, рада, что хоть что-то работает здесь, потому что Монмартр, он такой оживленный всегда. Кстати, здесь можно купить даже на дегустацию различные устрицы. И их сервируют бокалом белого вина. Мы гуляем по Монмартру, мы в Париже. Кстати, устрицы самые, скажем таки, приятные по вкусу будут. То есть, это троечку нужно брать всегда. Финдеклер, это известные нормандские. То есть, и жилардо. Самые дорогие устрицы это жилардо, потому что они добились единого вкуса в течение всего года. и на них всегда выгравирована буква G, для того, чтобы их не подделывали. И сейчас, кстати, сезон мульды Кушо начался. Это, естественно, выращенные мидии. То есть, они, конечно же, более юдированы. посмотрите, что мы видим с вами уже. Как я сказала, раньше было очень много мельниц, сейчас осталось всего несколько. Вот это вот мельница Раде, которую мы видим чуть дальше. А мы идем дальше. Кстати, если бы мы пошли по улице Лепик вот туда поднимались, то мы увидели бы дом, где жил Ван Гог со своим братом Тео. Именно там он написал картину «Вид из окна». Вообще, на Монмартре очень многие творили и Ван Гог, и Дали, и Пикассо, и Модельяне. Творческий район. Очень люблю вот этот вот ресторан. Называется он «Ла Вилла Дейзабес». Сейчас он, к сожалению, не работает. Кстати, обращали, наверное, внимание, почему многие всегда сидят на террасах здесь даже зимой, потому что на террасах достаточно комфортно сидеть, потому что вот такие вот газовые горелки или электрические горелки, они постоянно работают, да, то есть и даже более комфортно сидеть, чем внутри. внутри очень часто экономят на отопление. Да, у нас сегодня до плюс 26, а завтра до плюс 28. Ну и в каждом районе будут вот такие лавочки. Бушри, Шаркутри, Валяй. Именно здесь можно купить свежее мясо, фуа-гра, скажем, различные колбасы, ветчина, да, то есть и даже паштеты. Кстати, когда вы покупаете паштеты, которые делают сами они в керамической посуде, если вы берете остатки паштета, вас спросят обязательно мясник вам посуду с собой завернуть, таким образом вы получите еще и дополнительно бесплатно керамическую посуду, которую вы сможете использовать потом для готовки. Меня зовут Вероника. Николя. Вот такие вот бутики Николя. Сегодня он, к сожалению, закрыт, но именно здесь вы можете купить вино на любой вкус и кошелек здесь работают с эмелье, они вам подберут так же, как и во многих кого, да, то есть вон там вот вдали виднеется Кававан. Это тоже, скажем так, действительно специалисты по винам, по различным напиткам спиртным. Моя любимая булочная открыта, мы сейчас пойдем туда. Очень много различных бутиков. Les Lips Frances, кстати, марка очень известная и как французские трусы, да, переводится. Очень хорошего качества белье. Очень много вот таких вот троторий, троторий азиатский, троторий греческий. Они, кстати, самые дешевые по идее, потому что вы платите по граммам здесь, и можно набирать различные блюда. красные двери и навесы. Потому что это, ну, не знаю, как бы они не везде красные, то есть, но традиционно на различных сыре, да, то есть, в основном использовали красный цвет для привлечения внимания. Мы с вами стоим на, рядом вот с такой вот булочной, моя любимая булочная, Le Garnier à pain. И это не только моя любимая булочная, но и булочная бывшего президента Саркози. Каждый год проходит конкурс на лучший багет. Специальная комиссия из 32 человек выбирает лучшего из лучших. Кто выигрывает конкурс, получает право на поставку на президентский стол в течение года багетов. И как определить, что перед вами действительно очень хороший багет? Когда вы его разламываете, то чем неравнее, чем пористи внутри, это значит топ. Такие тоже очень вкусные кексы здесь. И среднестатистическая семья французская обычно покупает 5-6 багетов, один багет съедается, в этот день все остальные замораживаются. Когда вам нужен хлеб, вы достаете его из морозилки, закутываете в кухонное полотенце и вуаля! У вас хлеб, как будто вы только что принесли от булочника, но только проходит только с французским хлебом, потому что 90% он делается на кефирной закваске. Вот такие вот очень красивые здесь заведения, мои любимые ресторанчики Сансер, в Ре Пари. Да, смотрите, как красиво украшено. К сожалению, сегодня они закрыты. В июне обещают нам открыть все рестораны и кафе. Я надеюсь, что это в скором будущем произойдет. Ну, опять же, видите, сырная лавка. Вот про этот, кстати, сыр я вам говорила, овечьи, сан-бмер-де-туран, да, то есть очень вкусно и абсолютно нету такого запаха. Ну, и опять же, фруктовые лавочки. Сейчас перейду дорогу. Название у ресторана Вре Пари и настоящий Париж, правда, не настоящая Сакура. И посмотрите, мы с вами поднимаемся все наверх, потому что я вам сказала уже, мы с вами гуляем по холму, а вот там вот вдалеке у нас остался Париж. Очень люблю эти места. Принцесса Там-Там, кстати, знаменитая марка французского белья, они ввели моду на бесшовное белье, ну, конечно, со швами у них тоже есть белье, но именно бесшовное привело, скажем так, принесло им популярность. Извините, если я не буду отвечать на комментарии, потому что у меня стекло айфона отсвечивает, очень солнечно сегодня, когда уйду в тенек, тогда уже посмотрю. Но вы можете побаловать меня своими сердцами, я буду рада. Ну и посмотрите, Монмартер, это не только район мельниц, но это и район лестниц. Очень много лестниц здесь, но мы с вами не будем подниматься ни по одной из них, а мы, наоборот, спустимся с вами по одной из самой длинной лестниц Монмартера. И обратите внимание, Монмартер, до него не случайно, скажем так, частично не дошла рука оборона Османа, когда он перестраивал Париж, и поэтому вот здесь вот такие вот старые, старый Париж, старые домишки покосившиеся. Кстати, как отличить от, скажем так, наполеоновской здания, да, то есть от более старых зданий. Все очень просто по зданию. Мы видим вот здесь вот с вами ставни деревянные, значит, это дом до наполеоновской эпохи, Наполеона третьего, я имею в виду. А если мы видим с вами ставни металлические, сейчас я перейду и покажу вам, то это уже как раз постройки при Наполеоне третьем. Мы с вами идем на площадь Аббес. Здесь раньше было аббатство. Конечно, при французской революции все смесли. Обратите внимание, вот такая вот церковь у нас здесь немножко ее сегодня загораживает дерево. Это церковь Святого Иоанна. Кстати, эта церковь строилась уже в наше время, и она была построена впервые из металлических конструкций и украшена красным кирпичом. Она напомнит вам, наверное, какой-нибудь марокканский дворец, но это обычная католическая церковь. Кстати, архитектор Будо это был ученик знаменитого Дюалиде Ведюка. Дюалиде Дюка. Вы потом можете посмотреть без комментариев в IGTV будет доступно. Я сохраню эфир в IGTV и там уже будет без комментариев. Посмотрите, какое здесь очень красивая станция метро осталось. Их несколько осталось в таком стиле. крыша стиля арт-нуво постройка. Станция Абес. Вот такая вот красота. И практически на каждой площади мы можем увидеть различные карусельки. Карусели очень много в Париже, больше 30 штук. Практически украшают они все площади. И на Рождество центральные карусели мэрия делает бесплатными для детей. К сожалению, сейчас парки и скверы, практически все скверы закрыты, так как Париж у нас еще в красной зоне. Но мы с вами подошли к сферу Жанна Риктуса, где находится знаменитая стена любви. Я сейчас вам приближу ее. Вот так вот. 311 языков, диалектов, всего лишь одна фраза. Я тебя люблю. Таким образом, творческие люди, которые сделали эту стену, всему миру доказали, что между любовью нет преград. И мы видим с вами вот там наверху, то есть женщину в синем платье. Считается, что это Довида, которая жила здесь неподалеку. чуть позже мы увидим ее дом с вами. посмотрите, как красиво украсили улицы жители Манмуатра. Русская надпись конечно же есть. Кстати, у Стены Любви есть еще и официальный сайт, куда вы можете зайти и прослушать, как звучат надписи на разных языках. Что касательно ресторанов, всегда говорю своим гостям, если вы видите вот такой вот значок Гомелю, это ресторанный рейтинг наподобие Мишлена, или например Птифуте, тоже стоит обратить внимание на эту вывеску, это значит, что действительно ресторан достоин вашего посещения. И обратите внимание, обычный жилой дом здесь принимает офтальмолог, тут же принимает массажист, буквально недавно здесь еще и принимал гинеколог, это обычная практика, потому что у французов, у французских врачей, они не только могут в госпитале работать, но и принимать у себя на дому, оборудовать кабинет, по последнему слову техники, все будет, и терминал для оплаты, лицензия, все-все-все. Вот это вот марка Риташ, если вам нужно береты хорошего качества, а не Китай, здесь действительно сделано французами, кстати, видите, как интересно они сделали по последней моде, да, хотите береты маску, ну что, мы идем с вами дальше, поднимаемся дальше, мне кажется, сейчас пока вот эти вот были карантины французы профиты в плане того, что очень много реставрационных работ началось, и посмотрите, мы с вами опять поднимаемся, очень много улочек узких здесь, Монмартер, он действительно очень атмосферный, я надеюсь, что я вам чуть-чуть передам атмосферу этого района через телефон, через ваши экраны, здравствуйте, 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 еще всегда обращаю внимание на вот такие вот крепери, это блины, но сейчас они тоже закрыты, И, например, вот это вот крепили, здесь именно бретонские крепы из гречишной муки и с различными начинками, солёными начинками. Тоже видите, лестница, лестница, здесь тоже идёт стройка нового дома. Кстати, они должны были его сдать весной этого года, но пока что работы стоят. Кстати, когда, например, вот вывеска здесь буланжери мы видим, но здесь уже булочной давно нету, просто это как старинное наследие, да, старая вывеска, поэтому решили оставить, а сейчас там просто магазин одежды. Когда гуляете по Парижу, обращайте внимание на двери и вообще поднимайте голову, потому что везде вас будут сопровождать различные мемориальные таблички. Каждый дом, скажем, скрывает какую-нибудь историю. Ну и обращайте внимание на двери, ведь двери – это произведение искусства. Посмотрите, и внутри дворик. Из гречишной муки? Да не вопрос. Сейчас я вам покажу ещё одно место, которое связано с фильмом «Амели». И здесь же на этой улочке находится старинная фотобудка. Если вы хотите тоже, скажем так, немножко побыть героиней фильма «Амели», да и вообще сделать очень хороший сувенир, то есть фотографию на память, потому что она на посеребрённой бумаге выходит. Таких аппаратов осталось всего несколько. И в Париже, в принципе, он только, по-моему, один, вот как раз здесь, на Монмартре. Видите, везде украшают цветами. Да, Париж напоминает Питер. В Питере немножко дома просто посерее, здесь более светлый камень. Ну вот этот автомат. Четыре позы фотографий, три евро. Сдачу автомат, правда, не даёт. И действительно, скажем так, ну, больше уже сто лет этим фотоматом. Так вот это выглядит внутри. Балконы есть именно, скажем, на именно наполеоновских постройках, потому что там была определённая архитектура. И мы пришли с вами к овощной лавке в Маршер-де-Ла-Бюте, в Майзон-де-Колиньон. Именно здесь тоже снимали фильм Амели. Именно в этом доме, дом номер 56, жила героиня фильма, Одри Тату. И посмотрите, опять же, у нас лестницы. Да, знаменитые французские балконы как раз пошли с построек барона Османа. Их ещё даже называют конструкцией Османе. Кстати, у меня в моём канале Телеграм я размещала видеоролик недавно, как строились в наполеоновской эпохе дома и какой этаж, скажем так, какой категории людей принадлежал. Так что, если интересно, заходите и можете посмотреть. И вот здесь видите как раз афиша Одри Тату. Кстати, когда снимали фильм, владельцы этой лавки немножко попросили бизнес снести левее. Он был, кстати, не против, потому что фильм принёс ему популярность. Ну, и он даже продавал одно время диски с песнями из этого фильма под своё брончание на гитаре. А вот здесь очень интересно. Здесь очень много, кстати, различных творческих ателье. Здесь обычно всегда сидит кошка. И вот эту часть делали под съёмки фильма. И её до сих пор не разобрали. А снимали фильм про немецкую оккупацию во Франции. Посмотрите, какие старые вывески. Как будто действительно Париж застрял во времени. Из-за карантина ничего не убрали. Здесь, кстати, можно было увидеть какие-нибудь такие военные машины. Знаменитые бижутри, мерсье, да, то есть, который был популярен в то время. А мы всё поднимаемся и поднимаемся с вами. Дом Далиды выше. Мы сейчас поднимемся к нему. Чуть-чуть разобрали уже, конечно, декорации, потому что здесь была такая старая аптека. И мы пришли с вами на площадь Эмиля Гудо. Эмиль Гудо – это шансунье, поэт знаменитый. Вообще, раньше эта площадь называлась Грушевой. Потому что здесь стояло большое грушевое дерево. И даже был такой грушевый кабачок. И считается, кстати, что к этому грушевому дереву привязал своего коня Наполеон и пошёл дальше сбираться на хоум пешком. Сейчас поснимаю. И посмотрите. Мы видим с вами, человек играет. Вот это атмосфера Монмартра. Вообще, если мы с вами пришли бы сейчас, если бы не было никаких вот этих коронавирусов, то везде, на каждом углу нас бы сопровождала музыка, танцы, песни, саксофонисты, шарманщики. А на этой площади мы видим с вами знаменитые фонтаны Уоллеса. Уоллес был меценат, который подарил вот столько, скажем так, достаточно много фонтанов Парижу, который нуждался в то время в питьевой воде. Раньше здесь была привязана вот тут вот железная цепочка, и к ней был привязан стаканчик. И все могли попить воды. Но в целях безопасности, гигиены всё это убрали. Но здесь, если нажать вот на эту кнопочку, по-прежнему будет сечь питьевая вода. И мы с вами можем посмотреть состав воды. Кальций, магний, фтор и так далее. Да, то есть действительно хорошая такая минералочка. Французы вообще гордятся своей водой из-под крана. И даже в любом ресторане вы можете попросить «Карафду сельвуплей» — это кувшин бесплатной воды из-под крана. Ну и ещё одно интересное место здесь. Это Ле-Батулевуар, лодка прачечная. Это бывшее общежитие художников. Именно здесь жил Пикассо. Именно здесь он написал картину «Мадемуазель Д'Авиньон», «Авиньонские девы». Сейчас я вам её покажу. Так, так, так. Вот она. Вот так вот выглядела. Жили бедно, но весело. Ну, например, по утрам Пикассо мог делать набеги на рядом, да, то есть стоящие дома на крыльцах, которых оставляли булочник круассаны, молочник молоко. А вечером он возвещал о том, что он идёт к себе домой стрельбой из пистолета в воздух. Кстати, Ле-Батулевуар, лодка прачечная. Почему такое название? Потому что раньше действительно она очень напоминала баржу, на которой стирали бельё, прачки. Но это здание сгорело, и уже чуть позже его восстановили. Немножко в другом стиле. Сейчас, кстати, здесь ателье художников. Но вход сюда только по удостоверениям художников. Не было электричества здесь. Был всего лишь там один туалет на всех, который никогда, считается, не закрывался на щеколду. Здесь же, на этой площади, находится отель. Да, продал он её, кстати, за несколько там франков. Если бы знать, где раньше жить, можно было бы сейчас обогатиться, картинку Пикасото иметь у себя в коллекции. Ну, мы идём дальше. Здесь, на Манмартре, кстати, очень хорошо гармонируют старые постройки с более новыми постройками. Ну, мы идём с вами вот к тому дому. Дом Далиды. Смотрите, как красиво. Становится уже жарко. Я ещё в горку поднимаюсь. Кстати, дом очень интересный. Меня всегда интересует. Один дом, одна дверь. На одной половинке двери написано цифра 8, на другой цифра 10. Интересно, каждый выходит со своей половинки или всё-таки открываются обе? Как вы считаете? И вы смотрите, какие цветы везде. Ну, и, конечно же, кто просил балкончики. Средний этаж – это был самый престижный этаж. И видите, здесь балкон, даже как балкон мы можем поставить даже при случае стол, стул и принимать завтраки на балконе. Ну, и что касательно этого дома, куда мы идём с вами, да? Это дом Далиды. И именно здесь прожила последние годы своей жизни знаменитая певица Далида Иоланда, да, то есть, которая родилась в Египте и которая взяла себе псевдоним. Псевдоним, кстати, Далила она взяла. Но во Франции её попросили сменить букву, и она стала Далидой. Кстати, вы же знаете, что Далила в мифологии лишила сил Самсона. И Далида считала, что она тоже, как, скажем, из-за своего псевдонима, она лишает всех сил своих мужчин любимых. Все её мужчины заканчивали жизнь самоубийством. Такая чёрная вдова, и под конец своей жизни она... Кстати, она два раза пыталась покончить жизнь самоубийством. Первый раз после того, как её любимый итальянский певец покончил жизнь самоубийством. Она сняла номер в гостинице «Принц де Голь» в Париже, где они проводили несколько вечеров, и выпила большое количество снотворного. Но обслуживающий персонал поднял тревогу, и её спасли. И, кстати, она почти 90 часов была в коме. Это повлияло на её мозговую деятельность. Она стала терять память. И постоянно даже на концертах потом были тексты написаны. Этот дом сейчас чуть позже разделили на части и продали по частям. В 2013 году я знаю, что дуплекс 100 квадратных метров на третьем-четвёртом этаже продавался. Его купили, но человек остался инкогнито. Купили его почти за 2,5 миллиона евро, если меня ошибает память. Кстати, именно здесь она приняла решение уйти в Мирной. И она одела свой самый любимый белый пеньюар. Она сделала прическу, она накрасилась и выпила безумное количество снотворного со спиртным. и предусмотрительно не выключила свет для того, чтобы никто не подумал о плохом. И когда её нашли утром, то есть говорили о том, что у неё было настолько умиротворённое лицо, что она нашла себя в том мире. Она вставила предсмертную записку о том, что «Извините меня, но этот мир для меня невыносим». В этом доме живут различные жильцы. Уйдем дальше. Как будто тупик, а нет. Мы можем с вами выйти здесь. Вот эту стену недавно реставрировали. Причём отреставрировали её так, что... То есть здесь нет такого, чтобы штукатурка на вас сваливалась. То есть французы очень хорошие новоделкины. Они настолько хорошо реставрируют, что действительно... То есть они отреставрировали, и потом её начали затирать для того, чтобы состарить. Без темы просто гуляем по Монмартру. И мы вышли с вами ещё к одной мельнице. Как я вам уже сказала, Монмартр – это район мельниц. И вот это мельница – Мулендуля Галет, галетная мельница. Кстати, раньше здесь был итальянский ресторан, который очень любила Деллида. И до сих пор в этом ресторане остался её столик. Он был с выходом на террасу. Чем интересно эта мельница и этот ресторан? Именно здесь писал Ренуар свою знаменитую балду для Галет. Вот мы видим с вами... Вот здесь я приближу. Ему позировали его друзья. Каждый день он приходил писать свою картину. Именно этой картиной он передал великолепную атмосферу этого места. И действительно, когда вы будете в музее Д'Орсе, вы сможете увидеть оригинал этой картины, Ренуара. То есть вот всё говорит о том, насколько здесь было интересное место. Хотя, в принципе, пристройку сделали, скажем, такой барак. И сделали танцевальный зал. И это настоящая мельница. Сейчас, конечно, в нерабочем состоянии. С этой мельницей связана не очень, скажем, такая радостная история, достаточно грустная история. Но, правда, многие считают, что это не совсем правда. То есть нет фактов, да, то есть стопроцентных, что это было или не было. Мельница принадлежала семейству Дебре. И когда казаки зашли в Париж, они начали мародёрствовать. И вот один из братьев семьи решил вступить на, скажем, тропу войны. И отстреливал казаков, которые подвыпившими выходили из ресторанов. Его поймали и его распяли на этой мельнице. И чуть позже его смогла снять мать и похоронить вместе с другими членами семьи. На маленьком кладбище около церкви Сан-Пьер, которое открывается всего один раз в год 1 ноября. Ну а мы пришли с вами на площадь Марселя Эмэ. Пляс Марселя Эмэ. Кстати, вот здесь вот очень красиво цветёт по весне сакура. К сожалению, в этом году мы цветение сакуры практически всё пропустили. Именно в этом доме жил сам Марсель Эмэ. Марсель Эмэ – это был драматург, писатель, который написал пьесу «Человек, проходящий сквозь стену». Про затюканного бухгалтера, который открыл в себе особенности проходить сквозь стену. К сожалению, он плохо кончил, он так и застрял в стене. Что мы с вами и видим? Ну что, приготовьте желание. Я буду тереть руку и загадывать желание за вас. Это место действительно считается, что здесь можно загадать желание или на удачу потереть руку. Марсель Эмэ, который в образе своего персонажа выходит из стены. Кстати, скульптором этого произведения был никто, как Жан Морре, которого знаем мы с вами по фильму «Фантомас». И, кстати, Пикассо сказал ему, что ты тратишь своё предназначение, то есть просто ты актёром стал, а ты мог бы стать шикарным скульптором, потому что у тебя действительно это получается. Побывать в Париже в этом году. Окей, сделано. Ещё будут? Увидеть Париж. Отлично. Ну что, ещё будут загадывать желания? Иначе мы дальше пойдём с вами. Ну, я хочу пожелать скорейшего окончания всех вирусов на нашей планете, чтобы мы начали жить с вами обычной жизнью и начали путешествовать. И всем крепкого здоровья. Встретить любовь отлично. Ну что, здоровья всем. Загадала. Идёмте дальше. Кстати, у нас подходит время к концу первого часа. Вы как? Мы с вами не дошли ещё до базилики Святого Сердца. У нас есть что ещё посмотреть. Если хотите, я сохраню эфир. Мы продолжим. Вроде как есть время. За мной пока никого в эфире. Так что, если хотите, можем ещё погулять. Агентство Мополис предлагает вам прицениться к недвижимости на Монмартре. Ну вот, например, Ожино. Это вот как раз вот так вот идёт здесь улица. И апартаменты 150 квадратных метров. Миллион восемьсот двадцать тысяч. Правда, они эксклюзивно оформлены. Видите, есть даже меблировка. Или вот, например, три комнаты. Сорок восемь квадратных метров. Пятьсот пятнадцать тысяч. Гуляем дальше? Отлично. Тогда сейчас минут через пять сохраним эфир. И продолжим дальше гулять. У нас с вами действительно... Я обычно утром начинаю экскурсию в десять утра по Парижу. И как раз в одиннадцать утра в Москве. Посмотрите, какое красивое здесь здание. С этой стороны немножко вам не видно. Наверное, у меня солнце отсвечивает. Сейчас вот в тенёк вот так вот зайду. Вот. Очень красиво. Наверху тоже дюплекс с оранжереей. Знаю, тоже несколько лет назад. Почти за три миллиона евро кто-то купил здесь квартирку. Ну а напротив у нас сквер. Именно здесь можно увидеть поле для игры в питанг. К сожалению, видите, сквер опять же закрыт. Я бы немножко вас провела бы по скверу, конечно. Питанг. Национальная французская забава. И старому отыграет в питанг обычно. И вот там мы вдалеке видим с вами статую. Фонтан, который не работает. Но статуя святого Дионисия, который несёт свою голову на плечах. Всегда, когда вы видите вот такого старца, который несёт свою голову на плечах, значит, это святой Дионисий. Кладбище немножко в другой стороне. Но здесь два кладбища. Кладбище святого Винсена и кладбище Монмартра, где как раз и похоронена Долида. Питанг – это когда бросают металлические шары на поле. Обычно там счёт до 13 идёт. Очень интересно, захватывающе. Что-то среднее между турецкой бочей ещё сравнивают его. Да, святой Дионис или святой Диний. Ну что, давайте, наверное, я сохраню эфир. И потом мы уже пойдём с вами дальше гулять. Да-да-да, на бочу похоже. Мы пришли как раз на площадь Долиды. И чуть позже расскажу вам про это место. Сохраню сейчас эфир и выйду заново. Не прощаюсь тогда с вами. Голова на плечах, потому что когда его казнили, ему отрубили голову, и считается по преданию, он поднял свою голову и встал, пошёл дальше. Упал уже в местечке Сэнди-Ни, где находится знаменитая базилика святого Дионисия, где похоронены все короли Франции, королинги, меревинки, даже бурбоны. Правда, вернее, всё, что от них осталось, осталось от них немного, потому что Кранцузская революция не прошла даром для этого места. Окей, я завершаю эфир, сохраняю его, и мы увидимся буквально через 5 минут с вами.